Аэропорт в Дели такой миленький, уютненький, не намека на нищету. Народу было очень много, мы стояли в очереди на паспортном контроле где-то час. Всем привет-привет! Я знаю, я вам говорила, что мы не планируем никуда больше полететь, но так получилось, что мы сейчас находимся в Дели, столице Индии. Здесь очень холодно, я, видите, надела на себя шарф, на мне два свитера. Здесь днем, в общем, в принципе температура 20 градусов, но вот утром и вечером 8-6 градусов тепла. Здесь очень своеобразно, Дели делится на New Delhi и Old Delhi. Сейчас покажу вам отель наш, он очень такой классный и дешевый. Вот наш номер, очень-то прикольный, кухня, просто гостиная, рабочее место, здесь компьютер, телевизор, но компьютер это наш, телевизор так крутится, можете вот здесь сидеть, смотреть, можете на кроватке лежать, смотреть тоже. Вид из окна, конечно, стрёмный, куда лучше не смотреть. Здесь двойная штора еще, но, в принципе, если открывать шторы, вполне все замечательно. Здесь укроволновка, чайник, здесь кофе, в общем, уже все выпили. Видите, бар, очень прилично. Кровать тоже очень удобно, 4 подушки, нам очень все понравилось, все это мы забронировали через интернет за 28 долларов в сутки. Вот так отель выглядит изнутри, очень прилично. Главное, снаружи ужасно, а внутри очень прилично и красиво. А вот так отель наш выглядит снаружи. Вот даже не догадайтесь, что это отель, по названию только. И улица, на которой мы живем, вот, она просто дикая. Так, я думаю, вам понравился наш отель, потому что он нам очень понравился. Сейчас мы направляемся осматривать достопримечательности. Передвигаться мы теперь будем на метро. Можно купить проездной на 3 дня, либо на один день. По-моему, за 250 рублей на 3 дня проездной можно в неограниченном количестве передвигаться на метро. Здесь, короче, метро, как и в аэропорту Шмана от вас. Вы проходите через вот такие штуки, вас прям досматривают, сумку через эту пропускают. И вы сами должны пройти для женщин отдельный ход, прям еще отдельно очень приходят. На один день карта стоит 100 рублей, 50 рублей за лоб, потом возвращают за лоб, и куда карта возвращается. Метро здесь абсолютно чисто, без посторонних запахов, нормально вообще. Я ожидала, что будет хуже. Первое место для посещения – это ворота Индии. 42-метровая арка высоту. Ничего особенного. Просто большая арка. Почему-то вокруг смог. Еще такая музычка здесь играет. Это не я поставила под фон, а то здесь вон колонки, и она так играет. Водитель Тук-Тука сказал нам, что через месяц в Дели прилетит Обама, поэтому здесь все, в общем, подготавливают к его приезду. Вы видели хоть раз такие надувные шары? Я – нет. Мы приехали на Палико-базар. Здесь Делите покупают дешевую европейскую одежду. Туристы, наоборот, покупают местную одежду дешевую. Но я бы не сказала, наверное, что она здесь дешевая, потому что все-таки это туристическое место, и цены здесь накручены. Ну а так здесь дурдом. Мы ищем, где бы нам покушать. Хотим чего-нибудь остренького. Везде у них металлодетекторы, и осматривают сумки в метро, когда входишь. Вот даже сейчас я на рынок зашла, в мою сумку проверили. Хочу сказать, что здесь вообще делать нечего. Обычный шерпотреб, который у нас продается в подземных переходах. Я не знаю, для чего сюда приезжают туристы. В общем, рядом с этим рынком, перейти дорогу, здесь находится Конат Плейс. Здесь невысокие здания, в них находятся магазины. Только еду мы так и не нашли. Чаечек. Басала. Это их местная наркота. Они ее жуют, потом выплевывают. А он нам предлагает, говорит, хотите? Мы не хотим. Спасибо. Вот такое. Называется Махараджа Диэнэкс. Вот так. Короче, такая очередь в этот темпл. Мы, наверное, туда не будем заходить, потому что, честно, не хочется вообще стоять в очереди. На самом деле, Дели можно объехать за один день, я так думаю. То есть, с утра выехать, по всем достопримечательностям и все, и дальше ехать. И сделать нечего. У них метро, вот, ветки, желтая, фиолетовая, вот, желтая. Идут желтые следы, и вы по следам идете. И вот фиолетовая, фиолетовая следы, короче, чтобы не запутались. И, короче, давят друг друга, не могут залезть в вагон. Поезд из-за этого не едет. Поезд из-за этого не едет, они давятся туда. Двери закрыться не могут. Всем доброе утро. Мы сегодня поедем в храм. Пока в Дели. Сейчас я жду утро. В Дели все равно не так плохо, как, мне кажется, в Индии есть города намного хуже, чем в Дели. Поэтому в Дели, в принципе, вполне такое приличное место. Мы сейчас направляемся в район под названием Маленький Тибет. Пока мы к нему идем, мы столько насмотрелись. Здесь очень грязно, и трущобы вокруг стоящие Индии. Знаете, мне кажется, неподготовленному туристу не следует въехать в Дели и ходить здесь пешком. Только, наверное, на каких-нибудь туристических автобусах ездить по достопримечательностям, но не с самим. Потому что вы будете просто постоянно поражаться и езжиться всему, что происходит здесь вокруг. Мы эксплуатируем местное население. Я сейчас покажу, на чем мы едем. В Маленьком Тибете мы нашли забегаловку. Здесь продают Момо. Мы заказали себе Момо. Здесь нам принесли супчик. Пецелый. И вот суперсалат зеленый. Так интересно, вышли только что из метро. Тут, в общем, музей там внутри. Как метро создавалось, показывают. А здесь на улице обезьяны. Посмотрите, они прям сидят. Ребята, если вам водитель Туко предлагает посетить какой-либо базар, либо маркет, не соглашайтесь, потому что, скорее всего, он привезет вас в какой-нибудь обычный маленький магазинчик семейный, где ему за это заплатят еще денег за то, что он вас привез туда. Вот нас сейчас водитель также отвез, но он сказал, типа, погуляйте там просто 10 минут, мне за это деньги заплатят, а я вас, короче, бесплатно повожу. Хочу сейчас сказать о том, что на все достопримечательности здесь огромные очереди. Из-за того, что проверяют сумки, и вы проходите постоянно через металлодетектор. Всем доброе утро, мы четвертый день находимся в Брели. Сегодня вечером на автобусе мы отправляемся в Будайпур. Билеты купить в Будайпур онлайн нам не удалось, потому что карточку нашу не принял ни один сайт практически, не понять не может почему. Раньше мы с проблем везде расплачивались, покупали билеты на самолет и так далее. В общем, сегодня нашу карту ни один сайт не принял. Билеты мы не смогли оплатить на автобус. Там хотим наслепать, проехать спальный автобус. Вечером уезжаешь, и утром там очень удобно, комфортно, там чисто. Хорошо, что у нас есть подруга в Гоа, и она нам сможет выкупить билеты. И везде какашки валяются, они везде какают на улице. Собаки и люди. Все, вот и закончилось наше путешествие по Дели. Сейчас везде мы ждем автобус, который опаздывает на час, потому что, как нам объяснили, недобор пассажиров, из-за этого он опаздывает. Пока не наберет полный автобус, он никуда не поедет. Очень холодно. Мы здесь постоянно пьем масала, чай и смотрим, как все сигналят вокруг. Просто покажу вам, где мы сидим. Всем привет, ребята. Не обращаюсь к вам на внешний декабрь. Так что вышли из автобуса, приехали в Дайку. В автобусе было ужасно, я вам скажу два слова. Не было традиционеров, но все равно было ужасно холодно, потому что сейчас декабрь и в Дели, в Джайпури, в Удайпури, в Мумбаи. Холодно все равно, потому что я вот, видите, хожу в курки кожаные, в шарфе, в свитере. Мне ужасно холодно. В автобусе было очень холодно. Одеяло не выдавали. И мы просто окочурились там, вот честное слово. Поэтому, если есть возможность, все равно летите на самолет, потому что не знаю, как на поезде. Говорят, на поезде тоже холодно ехать. Летом они включают кондеры на всю катушку. Зимой у них нет отопления вообще в автобусах. Ужасно холодно. Я никому не советую. Да и вообще ужасно грязно. И сейчас мы будем насматривать Зудайпур. Он маленький, романтичный. Мы называем его Венеция. Потому что здесь есть озера, дворцы на озерах. Очень красивый, романтичный город. Но максимум здесь можно, наверное, два дня пожить, не больше. Ну, конечно, здесь очень такое интересное романтическое место. А в этом дворце жил Махараджа. И его наложницы выглядывали из этих окон. И ждали сомиалы и паруса. Такие красивые вообще. Всем доброе утро. Ребята, мы приехали в Лубай. Здесь вообще дурно. Вот слышите, что происходит? Это постоянно, постоянно здесь сигналят. Короче, мы в полном шоке, потому что здесь огромный город. Здесь грязь. Отель, который мы забронировали, оказался не таким, как и фотографии. Он просто мега ужасный. Я даже не стала вам его снимать, чтобы не шокировать вас окончательно. Я думаю, если вы смотрите это видео, то уже наступил Новый год. Поэтому с Новым годом всех. В общем, пока не стемнело, расскажу, куда мы идем. Мы приехали на край Бай. И здесь находится гостиница Таджимахал Палас. Знаменитая там все, в общем, фото. Я, короче, настояла на том, чтобы мы сейчас пошли в ресторан Леопольд. Я думаю, все, кто читал книгу Шантарам, знают, что это за ресторан. Благодаря этой книге он стал, в общем, знаменитым. И мы сейчас идем туда кушать. Главное, чтобы там были места. Но я думаю, в принципе, будут места. Я так счастлива. На самом деле, это, наверное, была моя мечта. После прочтения книги поехать в Мумбаи и посетить одно из мест по этой книге. Поэтому, короче, я счастливая. В общем, мы нашли, наконец, этот ресторан, который вот открыт с 871 года. Он... Ничего шикарного здесь нет. Как обычная кафешка. Продолжение следует... Это знаменитая Центральная библиотека Мумбаи. Тоже, на которую все приезжают посмотреть. Всем доброе утро. Мы сегодня уезжаем в Куа, наконец-то. Взяли билет пораньше. В 4 часа, в общем, автобус выезжает из Мумбаи. Мы очень радуемся этому событию, так как нас уже достал этот город, если честно. Нам он не понравился. Очень здесь грязно. Много разного негатива. Здесь... Хотя, в принципе, опасных ситуаций с нами не было никаких. Поедем мы на автобусе уже на обычном. Сидения будут обычные, стандартные. Ну, то есть, сидеть. Мы будем не лежать на слипбакс. Ехать 12 часов. Впрочем, мы садим с ума. Но мы уже хотим поскорее на море. Здесь в Мумбаи тепло. Я вот хожу в майке. В общем, в автобусе здесь кипиш. Они останавливаются, заходят в продавцы и продают еду. Chicken, chicken. В общем, ребята, я так рада, что мы приехали в Гуа. Не советую вообще вам на автобусе ездить. Это просто кошмар. Всю ночь вам будет казаться, что автобус перевернется, либо в кого-нибудь врежется. Это просто невыносимо. Я вообще не спала. Но думаю, это видно по моему лицу. Но я зато... Это у нас балаган сегодня, короче, с балкона. И все, ребята, будем заканчивать это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. В следующем видео обязательно покажу вам нашу новую квартиру, в которой мы живем. Она уже другая. Это не та квартира, в которой мы жили в прошлом году. Надеюсь, вам понравилось это видео. И сюда обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.